Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель у студии Александр Гамоля. Добрый вечер. Добрая новина пришла сегодня с Паралимпиады у Рео-де-Жанейро. Гомельчанин Владимир Изотов выиграл золотую медаль. Белорусский плавец стал лепшим на 100 метров цыбрасом. С досягнением Владимира Изотова и весь тренерский состав команды по плаванию повиншовал старшиня Гомельского областного выканавшего комитета Владимир Дворник. У тексте виншования керавник региона отзначил, своим близкучим поспехом вы еще раз подтвердили усяму свету наивысшайшее мастерство белорусских спортсменов-паралимпийцев. Вы показали непохисную волю до перемоги и в черговый раз доказали, что белорусская земля богатая мужными, мощными духом-людьми. Переконаны, что и в дальнейшем вы будете годно представлять нашу краину на международном спортивном узровне и еще не раз порадуете нас высокими досягненьями. Примите самое щирое виншование и пожадание здоровья, поспеху и новых близкучих перемог. Мы гонаримся вами. Протягиваем выпуск Гомельская областная комиссия по выборах депутатов Палаты представников национального схода Республики Беларусь провела посяжение, на яким затвердили выники голосования в регионе. На Гомельшине в делу выборов депутатов приняли свыше 800 тысяч человек, эти 75% от унесенных у список для голосования. По оценках специалистов, это пока что говорят об высоком интересе граждан до политического жития краины. Жигары региона обрали 17 депутатов. Выборы по оценках наглядальников пройшли на высоком узровне. И они полностью отповедают белорусскому законодавству. После обещания выника у областную комиссию поступила только одна скарха. Я ее разглядеть в десятизионный термин, после шагу Гомельская областная комиссия по выборах депутатов Палаты представников завершит свою работу Кончаткова. В этом году практически намного меньше, чем в прошлые годы поступало серьезных каких-то жалоб и обращений на нарушения, якобы имеющее место избирательное законодательство. То есть в целом более благоприятная обстановка. В этом году достаточно большое число наблюдателей принимало участие в нашей компании. Это порядка 60 человек от ОБСЕ, от МИСИ, СНГ 40 человек, более 7 тысяч наших национальных наблюдателей. Так что работали под пристальным вниманием. Организация Беднанных наций распочинает реализацию в Беларуси новой программы устойливого развития. Об яе задачах ишла размова по час сегодняшнего наведывания Гомельской области постоянным представником ПРААН у нашей краины. Тема международного супрацовнества в сфере беспечной житедейности протягне Олег Сентюров. Программа Организации Беднанных наций в Беларуси реализуется с 2003 года. Причем самой розной накераванности непосредственно на Гомельщине основную увагу надали развитию регионов, которые потерпели у вынеку чернобыльской катастрофы. При финансовой потребности этой международной организации местовое население занималось развитием приседебных господарок и заховывало культурную спадщину, взмогалось надзвучайными ситуациями и освоивало зеленую экономику. Основная задача, якой – укоронение новых технологий, которые позволяют минимизовать шкоду для новокольного сяродия. Отременный опыт теперь будет выкороцовываться и в других краинах. Сегодня мы говорим об устойчивом развитии, об экономическом росте, об инвестициях, об инновациях, о том, где бы коммерческий регион мог бы связать себя и с другими регионами, не только в Беларуси, но и в Восточной Европе, и за пределами. Мог бы поделиться своим опытом, как он справлялся с чернобыльской катастрофой, но и мог бы принести новые практики как и в частном секторе, так и в государственном направлении. Наведывание специализованного лицея при Университете Громадянской обороны Министерства по надзвучайных ситуациях в Беларуси мая некакимет. По-перше, это знаёмство с участными максимумами беларусских вартовальников, пола айчинных распроцовок опошних годов, от роботизованных комплексов для проведения особливо небеспечных работ на земле и под водой, до костюмов, в яких можно працевать в самых экстремальных ситуациях. Это костюм для обороны человека от теплового попроменивания. Температуру у 200 градусов он вытрыбливает на протягу 16 квилин. У им можно навык працевать в зоне с температурой 800 градусов, правда, не вельми долго – усяго 20 секунд. Варты распроцовжения и опыт, створенного при лицеи Центробеспечки. Только за этот год у им с основами беспечной життедельности ознайомятся больше 18 тысяч школьников. В огнявой форме детям рассказывают, как поводить себя в разных незвычайных ситуациях. Это первый и поколь один и такой центр на территории Беларуси. Все необходимые площадки подготовлены, и ребенок попадает в ту среду, в той ситуации, с которой он может по жизни встретиться. Поэтому надеюсь, что такие центры появятся в перспективе своей и, наверное, во всей Республике Беларусь. Сирот проектов, которые меркуются реализовать на Огомичине на протягу ближайших пяти годов, привлечение доли грамотян с потерпелых районов, которые володуются основами беспечной життедельности, в деле чего планируется в приватности распространять проект по координации деятельности информационных центров, которые створены на постчернобыльской территории. И еще одна инициатива, которая так само будет реализована при потребности ААН, стартуя уже в наступном месяце, инклюзивная Беларусь устойливая развитие для всех. Ее мыта – боротьба с дискриминацией во всех ее формах, от ликвидации насилия, относенных до женщин и поваги правов инвалидов, до боротьбы с коррупцией и до помощи мигрантам. На Огомичине основные мероприемства пройдут в листопаде у Гомеля и Светлогорску. Мы представим огромное количество ток-шоу, разные выставки будут проводиться, показы кинофильмов, концерты. Пожалуйста, приходите и присоединяйтесь к нам, потому что Беларусь – это ваша страна. Олег Сентяров, Игорь Марыченко, телерадокомпания «Гомель». Сегодня техничный арсенал Гомельского областного эндокринологичного диспансера пополнился новым обсталяванием. Сучасный аппарат, который позволяет с высокой докладностью диагностировать патологии шитопадобной залозы, передал давний партнер установы Германская доброчинная организация Радиологичный институт здоровья и новокольного осяродя имя Отта Хуга. Максим Савин с подробностями. Гэтый микропланшетный ридер может выполнять широкий спектр анализов. Тут его будут использовывать для диагностики захворывания у шитопадобной залозы. Сейчас у лаборатории диспансера есть подобный аппарат, однако он уже выпрацелил свой ресурс. Меж тем, такое обсталявание – необходность. В работе эндокринологического диспансера он необходим, потому что одна из основных патологий, которые состоят у нас на диспансерном учете, это лица с патологией щитовидной железы. Естественно, они нуждаются в обследовании, то есть в проведении УЗИ-обследования гормонального статуса щитовидной железы, которую мы будем проводить с помощью этого прибора. Доброчинная организация Радиологичный институт здоровья и новокольного осяродя имя Отта Хуга, супрацовничая с нашей краиной с 1991 года. За этот час реализовано гуманитарных проектов на 22 миллионы евро. Их метод допомога упередольвания наступства у катастрофы на Чарнобыльской АЭС. Подтрымка областного эндокринологичного диспансера сярод приоритетных задач. При садейничании института Отта Хуга с 1992 года во установе дейничая Центр диагностики и терапии патологий щитопадобной залозы. Германские партнеры допомагают не только обсталяванием, а и реагентами для его работы. Наше сотрудничество с гуманским областным эндокринологическим диспансером будет продолжаться, потому что мы видим конкретные результаты работы, видим высококлассных специалистов, которые здесь работают. Проекты, які институт имя Отта Хуга реализую в Беларуси, тычатся не только социальной сферы. Один из направлений – одновляльная краница энергии. Зараз обмерковывается махчимость реализации разом с Гуманским державным техничным университетом имя Сухого с двуместного проекта у гэтей сферы. Максим Савин, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». И еще одна новина со свету медицины. Сегодня у Гомельской областной туберкулезной больницы почал працаваць шматрежимный аппарат для штучной вентиляции легких. Про цех темы у наступном сюжете. Аппарат австрийской вытворчасти «Твинстрим» для высокочастотной штучной вентиляции легких был набытый в рамках программы долготерминового супрациониста помеж областным управлением аховы здоровья и компанией «Карл Райнер». Ягу кошт – 55 тысяч евро. Гэта аппарат другого поколения. Подобными корыстаются урачы многих европейских краин. «Преимущества основной системы – это, во-первых, нету таких жестких, напряженных условий работы врача, потому что это открытый контур, и вы можете спокойно работать, манипуляции совершать. Продолжительность процедуры, если это взрослый, может быть, до 45 минут занимать. Это нету стресса для доктора. Это более щадящий уровень вентиляции, постоянный, без перерывов, без каких-то падений для пациента. То есть это более безопасный, наверное, пока что самый безопасный вариант вентиляции, который существует в мире». Два незалежные блоки вентиляции працуют с применением одной кислородно-поветранной суммеси в аутономном режиме АБО-Камбинована. Системой кирует специальная программа, якая прыгает им, забеспечивая мониторинг стану пациента. Первым, кому провели диагностику при допомозе нового аппарата, стал новонародженный хлопчик Иван. Ее он народил 7 месяц тому, и урачи поспели зауважить отхиление в работе его дыхательной системы. У отделения таракальной хирургии дитя привезли, как проверить стенки бронхов из травовода. Диагностика заняла не больше, как 10 хвилин. «Это оптика, с помощью которой таракальные хирурги осматривают бронхиальное дерево и пищевод. Но это оптика для новорожденных деток, 5 мм в диаметре. Вот вы можете видеть буквально какой источник света. И в таких, скажем, сложных условиях работают хирурги. Благодаря этому аппарату ИВЛ намного проще становится работать, потому что хирург не отвлекается. Искусственная вентиляция легких идет, не мешая работе хирурга. То есть все это взаимосвязано, все это слаженная работа, но и уменьшает временной промежуток, в течение которого проводится работа с пациентом». Новый медицинский аппарат будет выкорестовываться как для проведения высокотехнологичных операций, так и для диагностичных манипуляций. Важно и то, что шматрежимное пристосование «Твинстрим» может забеспечивать кислородом легкие человека при выдалении иншародных предметов с дыхальных шляхов из травовода. Малолетние дети на угол у группе «Рызыки». Панявед Данния ныне «Рыдка» глытают с дробные предметы. «В год проходит до 130 детей с подозрением на инородное тело. У каждого третьего мы находим инородное тело. Это монеты, это орехи, это семечки, это пластмассовые изделия различные. Если вовремя не диагностировано, то это ведет потом в последующем под резекцией части легкого. А если это не диагностировано вовремя, своевременно, сразу, то это вплоть до летального исхода на дому. И такие случаи в республике уже зарегистрированы. Почему это не сейчас подделяется такое большое внимание? Наталья Игнатенко, Сергей Лукашук, телерадо «Компания Гомель». Протягиваем выпуск. Распочался новый навучальный год. Тысяча первых курсников заняли свои места в аудитории гомельских университетов. Але не кожному пошансовало вучиться бесплатно. Что робить, коли диплом отримать треба, а грошей на оплату навучания не хапая? Усе об льготных кредитах для студентов у репортажей Марины Северяновой. Вучить сына Альбудачкува университете на платной основе не усім батькам по кишені. Одни починають одмовлять собі навыту необходним і охверують значной часткой семейного бюджету. Некто шукає подпрацовку. Для таких складанных финансовых ситуаций в Беларусі распрацованная система про доставлення льготных кредитов на навучання. Их выдає у темлику «Беларусьбанк». На такий кредит можна розличвати при отриманні першої вищейшої едукації на дзенном отделенні. При чим розповсюджується йон на студентов усіх в НУ Гомеля. Умова, наявність у студента альбо його батьков, постоянной крыніці доходів. Уличується так само сукупний доход сім'ї. Среднемесячний сукупний доход на кожного члена сім'ї, исчислений за 12 місяців предшествуючих, місяць у подачі заявки на кредит не превышає 350% бюджета прожиточного минимума, определяємо в среднім на душі насеління. По состоянию на сьогодні этот бюджет составляє 174 рубля 25 копеек. Соответственно, 350% – це 614 рубля 25 копеек. Максимальний размер кредита определяється, исходя з годовой стоимости обучення, і не должен превышать 70%. Кредитна линія открывається ежегодно. Максимальний термін погашення – 10 годів. Наприклад, кредит оформляється на самому початку навучання. Паку ли яну довжиться, выплачувати треба тільки проценты, а на протягу п'яти годів пасля заканчання університета – основную суму. При гэтым кредит можна взять у любий момент навучання. Процентна ставка устанавливається в размері 1,2% ставки рефинансирования Национального банка. На сьогодні ставка эта составляє 9% годових. Ставка не фиксирована, она плаваючая. При изменении ставки рефинансирования Национального банка Республіки Беларусь ставка меняється по договору. Так как этот кредит целевой, он предусматривает предоставление документов, подтверждающих окончание учебного заведения. В течение 10 дней после получения диплома необходимо предоставить банк его копию. Коли студенты отличили, то суму непогашених процентов треба заплатить на протягу месяца пасля спинення в учебы, а непосредна суму кредита за год. Причим по полной ставце рефинансирования. Зараз нагадаем, яна складає 18%. Марина Северьянова, Явгін Макенка, телерадиокомпанія «Гоміль». Гэта іншая новинна вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.sivyrgomil.by. На гэтым выпуск завершен. У студии працава Олександр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова